Центробанк сегодня поднял ключевую ставку на 3,5% пункта до 12%. Теперь вопрос в том, как дальше поведет себя российская валюта, что будет с курсом, с ценами. Обо всем этом поговорим с нашим экономическим обозревателем, ведущим Денег24, Константином Цыганком. Кость, привет, рада тебя снова видеть. Добрый день, коллеги. Первый вопрос у меня, что будет с курсами валют, как все это скажется на рубле? Ничего и никак не сказалось. Это если совсем коротко. Смотрите, вчера, получается, где-то в районе 16 или 17 часов Центробанк заявляет. Ну все, ребятушки, завтра мы сделаем вам больно. Что произошло? Курс улетел на 95. Все испугались. Все спекулянты, которые подумали, ну все, еще вам действительно будут делать больно, слили доллары и убежали, зафиксировали деньги, зафиксировали прибыль. Сегодня с утра все-таки набрались храбрости. Ну давайте смотреть, может, Центробанк все-таки не больно нам сделает. Центробанк принимает такое решение относительно ожидаемое, потому что повышение ставки сильнее, чем до 12%, это смерть экономики сразу. Это потому что стопорит все. Ниже вообще ничего не дает. 12% такое соломоновое решение хоть какое-то. Реакция моментная какая-то происходит, немножко еще спекулянты попаниковали, а потом поняли, а ничего серьезного. И продолжили, соответственно, закупаться валютой. И вот текущее значение в районе 98. Помогло ли это рублю? Ну получается, что нет, не помогло, к сожалению. Если эта мера не сработала, тогда в чем логика здесь? Эта мера в первую очередь направлена на торможение инфляции, дорогие друзья. До 4%. Да, здесь самая главная идея, конструкция, логика очень простая. Мы делаем ставку больше. Дорожают кредиты для населения, для нас с вами, дорожают кредиты для бизнеса. Вследствие чего бизнес перестает закупать за кредитные средства, потому что это дорого. Импорт. Перестает закупать детали импортные, комбайны импортные, условно говоря, и все остальное оттуда. Вследствие этого и меньше он производит. Люди, для которых тоже кредитные средства дорогие, меньше покупают тот самый импорт. Снижается спрос на валюту, снижаются цены и так далее. К тому же Центробанк прям прямым текстом написал. Ребята, спрос сейчас такой, люди хотят так много всего, что производство не может этого выдать. Ты можешь произвести, условно говоря, 10 единиц продукции, а спрос на 15. Что делают производители и продавцы? Они повышают цену, раз у них такие редкие товары. И, соответственно, растут ценники. Вот такая вот логика. Но, просто эта логика именно центробанковская для курса и для инфляции. Центробанк без дополнительных мер и поддержки от других финансовых властей, как в прошлом году, летом и, соответственно, весной, он не может в комплексе вот так вот победить курс доллара. Ну, как-то не крути. Костя, смотри, какая история по поводу кредитования и по поводу бизнеса. По бизнесу, как мне кажется, такие процентные ставки ударят, и причем очень сильно. Потому что, как бы мы ни говорили, доля импортных составляющих, вообще в нашем общем производстве, она очень высока. То есть курс мы фактически не удержали. Ну так, удержали, но не очень. Но при этом весь наш малый и средний бизнес, который держится на кредитах, фермерство, все что угодно, ипотечные кредиты, они сейчас улетят в космос. Люди просто не смогут брать эти кредиты. Точнее, не смогут их отдавать. Ну, на тему фермерства тут маленькая поправка. Для аграриев у нас льготные процентные ставки. Этого никто не отменял. Это, кстати говоря, просто дополнительные расходы бюджета. Бюджет будет оплачивать эту повышенную ставку. Это раз. Для малого и среднего предпринимательства, да, здесь надо будет договариваться непосредственно с банками. То есть отдельные банки попытались сейчас пропиариться и сказали о том, что мы повышаем только ставки по вкладам, кредиты мы пока не трогаем. Мы так вот прям сердечно к вам, ну, банки у нас любят красивые красивости дать, повысить все равно через недельку, через другую. Да, для малого и среднего предпринимательства это будет неприятно. Что касается ипотеки, так ее надо как раз-таки, извините за выражение, подпредушить слегонца. Потому что там столько было набрано кредитов ипотечных, так их выдавали налево и направо, что там действительно образовалась вот такая вот пузыристая основа, скажем так, и Центробанк. И все говорят, что надо было это как-то подпредушить. Но как ты подпредушишь, когда у тебя льготная ипотека опять-таки налево и направо туда-сюда раздается. Все эти меры нужно было, наверное, принимать и раньше, нужно было что-то делать и до этого. Но, к сожалению, мы натыкаемся на то, о чем мы с вами говорили несколько дней назад. Вот ты начнешь это придушить, да, экономический рост, который только-только наметился, до свидания. А самое главное, доходы казны, которые обеспечиваются вот этим самым рублем по 98-100, это тоже до свидания. А деньги казне, как вы видите, нужны. То есть это такая прям вот развилка, как я уже говорил, не приведи, Господь, кому-нибудь на ней стоять. Это, знаете, как раньше у нас было, в Советах говорили, расстрельная должность. Вот сейчас это такие расстрельные решения, извините за выражение. Потому что туда хорошо, сюда плохо, и здесь хорошо, и тут плохо. Везде плохо. Что делать? Спасибо, Константин Цыганков, наш экономический обозреватель, ведущий Денег24, был у нас в гостях. Спасибо.